Дорогие друзья, мы начинаем наш вечер. В этой книге собрана уникальная коллекция никогда ранее не издававшихся стихов поэта Юрия Попова, отличника телевидения и радио, журналиста, с юных лет известного как лев поэзии, а не собака прозы, дипломированного мастера слова. Долгожданный поэтический сборник не просто книга, а мощнейший генератор любви, который поможет читателю научиться глубоко любить близких, побеждать болезнь с оптимизмом и верою, достойно выходить из непростых жизненных ситуаций и смело признаваться в любви, приумножая ее в себе и в окружающем мире. Дорогие друзья, добрый вечер. Это был Александр Лемонов, талантливый чтец аудиокниги о Попове Юрии Константиновиче под названием «Путь любви, приоткрывая завесу тайны». Давайте поаплодируем все-таки нашему гостю, нашу удивительную автору-составителю данной книги. Я просто немножечко отхожу от сценария, но не могу поблагодарить ее за возможность такой встречи, за действительно замечательный праздник книги, праздник поэзии, я бы сказала. Тем более, что все это происходит, вот такой, знаете, предпраздничные декабрьские новогодние дни. Ваши аплодисменты Лидии Худовой. Ведь, дорогие друзья, нас немного, но все, кто сегодня пришел и кто еще подойдет на наш замечательный творческий вечер, очень близо к сердцу самой нашей уважаемой гости Лидии Худовой. И не просто автору-составителю данной книги, но еще и любимой внучке Юрия Константиновича Попова. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Чтобы наш вечер был более интересным для вас, мы решили сделать его интерактивным. Начать с нашего общения и вопросов к вам, а в завершении ждем ваших вопросов нашей уважаемой гости. По окончании мероприятия, конечно, вы сможете и не только задать свои вопросы, как я уже сказала, но и получить автограф на вашем экземпляре книгу, которую вы можете приобрести здесь же в стенах Библиоглобуса. А также самым активным сегодня участникам нашего мероприятия будут преподнесены небольшие подарки-сюрпризы, но об этом чуть позже. Я, так сказать, заинтригую всех присутствующих. Итак, начнем с первого вопроса всем вам. Сегодня, вы все знаете, 4 декабря 2021 год. И это не просто случайный день календаря, а именно в этот день проходит наша замечательная встреча, и что тоже не случайно. Как вы думаете, почему? Вот. Давайте я буду прям подходить с микрофоном, чтобы вы могли озвучивать громко. Да, чтобы удобнее было. Потому что сегодня исполняется 100 лет Юрию Константиновичу. Ваши аплодисменты. Совершенно верно. Это верный ответ. И Лидия с удовольствием, я думаю, что будет отмечать на всех наши правильные ответы. Конечно. Чтобы потом, так сказать, своими презентами одарить всех присутствующих. Замечательно, действительно, это так. Сегодня именно 100 лет со дня рождения Юрия Константиновича Попова. Поэтому 4 декабря, прошу прощения, выбрана не случайно. Вот сейчас мы на экране увидим фото Юрия Константиновича. Юрия Константиновича фото. Вот. Оно. И если есть какие-то комментарии у Лидии, пожалуйста. Нет? Ну, я хотела поблагодарить Марию. Спасибо большое за активное участие. А также моё отдельное, я, наверное, даже встану, вот, моё отдельное спасибо-благодарность. Дулгун Алтанчулун. Лично и всему посольству Монголии, в частности, за финансовую поддержку, за моральную поддержку, за такую вот тёплую, дружественную и потрясающую атмосферу. Я рада знакомству и низкий поклон вам. И сегодня тоже, вот, как говорится, вечер не только о Попове Юрия Константиновича, но и об этой грани любви, о грани любви, которая связана с Монголией, с этой чудесной страной. Так что спасибо вам большое. Ваши аплодисменты, спасибо огромное. Аудиозапись. Ну, я родился в 21-м году, и моя жизнь, она, конечно, очень характерна для всего моего поколения. И рассказывать об этом слишком долго, да и плёнки у Людульки не хватит. Родился я в городе Бобруйске, ну, это Белорусская республика была, это Белорусская Советско-Стилистическая республика на реке Березине, один из притоков Днепра. Дорогие друзья, вы просто сейчас услышали, стали свидетелями живого, на самом деле, голоса самого Юрия Константиновича Попова. Дело в том, что в семейном архиве сохранилась такая архивная запись, плёнка, это плёнка ещё, на которую верная и любимая внучка Лида записала всю автобиографию деда ещё в далёкие 90-е годы. И совсем недавно оцифрованная аудиозапись попалась к ней в руки. Собственно говоря, вы свидетелем которой сейчас и были. И рады делиться, да. Вот он тоже незримо присутствует сегодня с нами. Да. Уникальный, на самом деле, уникальный факт из его жизни, рассказанный самим автором стихов, шутки, курьёзные случаи, в том числе и откуда Юрий Константинович Попов с детства был хорошо знаком с Корнеем Ивановичем Чуковским. Вы получите всё это бонусом уже к аудиокниге «Путь любви». Ну и сможете позднее приобрести для себя любимые экземпляры. А теперь послушаем автор-составителя. И Лидия попросим прочесть стихи. Да, я хотела бы начать с его стихотворения, потому что в этой книге очень много его стихов. Давайте послушаем. В эти зимние дни собирались они редко, Но родился в роду в двадцать первом году детка, И решил весь народ отмечать этот год весело. Говорят, не дурак, говорят, как-никак, семьдесят. Говорят о себе и о ГКЧП, мыслит здраво. И кричит весь народ у Покровских ворот «Браво!». И решил тогда дед пригласить на банкет валом Самым близких друзей, чтобы всем веселей стало. А ещё скажу я, что такие друзья редки. Поднимая бокалы, пьют за них аксакалы метко. Тысяча девятьсот девяносто первый год. Москва. Теперь позвольте... Прошу прощения. Ну а теперь позвольте спросить вас, А что вы знаете вообще о Юрии Константиновиче Попове? У кого есть сведения, знания о нём? Пожалуйста, по баллу за каждый верный факт. Его подтвердит или опровергнет наши гости? Давайте, давайте, включайте беседу. Можно я к вам, да, подойдусь? Весняйтесь, пожалуйста. Да, да, конечно. У него были две младшие сестры, близнецы Ирина и Галина. Совершенно верно. Да. И ходила в семье шутка, что он умный, красивый, что половина ума и красоты досталась ему, а вторая половина была разделена между сёстрами. Вот так вот, да. Спасибо большое, Машенька. Ещё кто что-либо может нам сказать? Может быть, тогда попросим Лидию дополнить ещё? Великой Отечественной войне. Да, участник Великой Отечественной войны, это верно. Верно, правильный ответ. Лидия, дополните нам чем-либо. Да, вот я хотела бы сейчас только вот мне страничку бы открыть. Вот, в аудиокниге как раз будет сказано по поводу того, как сёстры родились. Он говорит, я жил на даче, говорит. Ну, жил и жил, и вдруг, говорит, приезжает папа на велосипеде, такой радостный, счастливый, говорит. Ну, Юрка, у тебя две сестры родились. Он говорит, как? Сразу две? И такое бывает. Дорогие друзья, возвращаясь к нашим вопросам. Расскажите, пожалуйста, а что же вы знаете о самой гости нашего мероприятия? Даже, я бы сказала, не гости, а, собственно, хозяйке нашего сегодняшнего вечера, Лидии. Опять же, я прошу самых активных поднимать руку. Наверняка вы знаете много фактов из её биографии. Можно говорить всё, что хотите. Конечно, даже не посвящённые совсем, а просто гости нашей встречи тоже могут, собственно говоря, много интересного рассказать о Лидии. Ну, пожалуйста, не стесняйтесь. Давайте. Пожалуйста, конечно. Ну, что мы так неактивно? Ну, Лидочка, на самом деле, помимо основной работы и помимо вот данной поэтической темы, она ещё танцует. И танцует хорошо. Да. Да, совершенно верно. А скажешь, какие танцы? Ну, познакомились мы с ней на танго. А сейчас она ушла немножко в другие дисциплины, ну, схожие, но там сальса, бачат, вот это вот, бальные там какие-то дисциплины. В общем, вот. Спасибо. Верно. Всё верно. Следующие. Стандарт ушла, Лида. Да, да, Машенька. Танцует его очень хорошо. Спасибо большое. Ещё кто желает что-либо добавить? Так, ну, хорошо. Пойдём дальше, да. Хорошо, пойдём дальше. Так, а я прошу на экран видео. Друзья, приглашённый гость нашего проекта – золотая медалистка, краснодипломница, преподаватель английского и эксперт Кембриджа. И она регулярно участвует в мероприятиях светских. Она является мисс-идеал Всероссийского конкурса красоты «All Russian Diamonds 2020». Миссис Российская красавица 2021 «Элегантность». А также является лауреатом Всероссийского конкурса красоты «Русская красавица 2021». Ну, это, знаете, такое редкое сочетание, говорят, когда женщина и красивая, и умная. Но вот Лидия очень удачно совмещает в себе красоту и ум. И она является автором, составителем книги «Путь любви. Приоткрывая завесу тайны». Лидия, приоткройте нам, пожалуйста, завесу. Каким же образом можно всё-таки прийти к любви? Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Вы знаете, мне кажется, самой главной любви — это дарить, быть благодарным. И никого не обвинять, ничего не ожидать, а просто действительно много давать. И в моей книге, автором-составителем которой я являюсь, «Путь любви. Приоткрывая завесу тайны», я покажу вам «Одиннадцать грани любви». Итак, дорогие друзья, мы не будем раскрывать всех тайн, но тем не менее хочу вас спросить, а что же за «Одиннадцать грани любви» может быть в этой книге? Хотите, я вам подскажу? Можно? Можно, конечно, да. У нас есть замечательные книги, которые выложены здесь же на столиках. Я вот просто рекомендую вам их сейчас взять, посмотреть, потому как в содержании много есть интересных ответов на мои вопросы поставленные. Поэтому, пожалуйста, зарабатывайте баллы и становитесь не просто участниками, а призерами нашими по окончании мероприятия. Я еще раз хочу вам об этом сказать, что вы получите замечательные сюрпризы, подарки. Поэтому, пожалуйста, активнее включайтесь в нашу беседу и отвечайте на наши вопросы. Итак, что же это за «Одиннадцать грани любви»? Есть уже ответы? Ну, пока в зале. От, молодцы! Отлично! Конечно! Любовь к родине. Да, я об этом? Да, да, да. Об этом, Маша, об этом. К родным пенатам, к делу, которому служишь, к друзьям, товарищам, коллегам, к творчеству, которым занимаешься, словом, жизни во всех ее проявлениях. Так, хорошо. Еще, пожалуйста. Еще, пожалуйста. Машенька хотела, вот насколько я поняла, да. Еще? Нет, другая Машенька. У нас две Машеньки, Гаринка. Можете загадывать желание, да? Любовь к семье, к жене, к внукам. Спасибо. Верно. А можно я еще? Да, к работе говорили, да. Да, и вот, наверное, к работе мы постепенно перейдем, потому что Долгун очень тоже, как все почетные гости, вот, она с нами, как сказала, ненадолго, вот, поэтому я думаю, что к работе вот мы можем постепенно перейти сейчас как раз почему к работе и что именно в работе там было такого удивительного. Так, ну, начнем с того, что покажем уникальные вещи, да, правильно, из архива нашей гости, которые сейчас покажутся здесь у нас на экране. Это замечательные две корочки или два диплома, два синих диплома и две красных книжечки от личников телевидения и радио. Вот, хотелось бы, пожалуйста, их вывести к нам на экран. Да, фото будет на экране, а здесь я, соответственно, покажу сами оригиналы. Пока я покажу просто вам оригиналы, вот они как идентичные, да. Да, и скажите, пожалуйста, вот, ответьте мне на такой вопрос. Кто же раньше стал отличником телевидения и радио? Здесь я говорю о том, кто раньше, имею в виду и Юрия Константиновича, и Лидию Ильиничну, супругу нашего уважаемого поэта, отличника телевидения. Поэтому, кто мне сейчас ответит на вопрос, сразу получит. Вот, пожалуйста. Дулгун, пожалуйста, да. Юрий Константинович сам сначала получил, а потом уже через несколько лет, как я понимаю, получила и его жена. Верный ответ? Да, совершенно верно. 75-й год – это Попов Юрий Константинович, 84-й – это Лидия Ильинична Попова. Совершенно верно. Так, так с чего же всё началось? Лидия, с чего же всё началось? С чего же всё началось? С чего же всё началось? Да, сейчас я вам расскажу. Это уже во второй книге. В данной книге у нас публикуются стихи, а здесь будет проза и воспоминания. И вот сам Попов Юрий Константинович написал, без претензий. Пишите, как Антон Павлович Чехов. Незабываемый 1951 год. Я пришёл работать на радио. Как говорили, наверное, говорят сейчас. Чтобы совершить такой подвиг, нужно было иметь две партийные характеристики. К этому времени я работал в конструкторском бюро почтового ящика по-русски в системе Министерства вооружения. Членом партии не был. Он никогда не был, поэтому он, собственно, был замначальником, неначальником. Одну характеристику, говорит Попов Юрий Константинович, мне дал руководитель КБ. С условием, что я напишу, как вы думаете, что? В стен газету, заметку, Сталин первый кандидат. Готовились выборы. Верховный совет СССР. Задание я выполнил, говорит Юрий Константинович, использовав книгу французского писателя Анри Барбюса «Сталин». Кстати, очень интересная потом. Загуглила, почитала. Ну вот тоже отдельная страничка. Со второй характеристикой было проще. Как думаете, почему? Ну, я вам подскажу. Ее дала мне одна милая женщина из партбюро, которая увидела во мне будущего преуспевающего журналиста. И неспроста, потому что он проработал более 40 лет журналистом. И вот с этими двумя документами я пришел на радио. Водили кадров, меня встретили подозрительно. И все-таки после долгих собеседований зачислили в штат. Предстояла встреча с председателем радиокомитета по иеновещанию Виноградовым. Не знаю, знаете или нет, очень уважаемый человек. До этого он был посом в Турции. А после работы в радиокомитете чрезвычайным и полномочным послом во Франции. Узнав, что я заканчивала учебу в педагогическом институте, вот, собственно, две корочки. Одна из них — Попова Юрия Константиновича. Я волнуюсь, извините. Вторая — супруги. Так вот, он мне сказал, что предстоит госэкзамен. И говорит, если не возражаете, я вас зачислю. А вот теперь... А вот теперь что же сказал товарищ Виноградов? И что за прекрасные гости присутствуют сегодня на нашем вечере? Можно пустить. Про спокойную монгольскую редакцию и про Дулгуун Алтан Чулуун. Правильно? Я прошу прощения сразу, что, может быть, неверно произнесла фамилию. Но, тем не менее, курирует отдел культуры при посольстве Монголии в России. Пожалуйста, если можно, Дулгуун, мы приглашаем вас на сцену. Несколько слов скажите нам. Здравствуйте. Я приветствую всех, кто сегодня собрался на открытии этой замечательной книги, в которой видно, сколько любви и усилий приложила наша уважаемая Лидия. И хочу сказать несколько слов по поводу наших монголо-российских отношений. В этом году отмечается столетие установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. И следует отметить, что этот юбилей также совпадает и с юбилеем Юрия Константиновича. И за это время, за это столетие было очень много сделано совместно нашими и монгольскими, и российскими народами, которые вместе создали сегодняшнее наше всеобъемлющее стратегическое партнерство, которое считается во всем мире самым высоким уровнем двусторонних отношений и сотрудничества. И Юрий Константинович Попов, как и остальные все российские специалисты, которые работали в Монголии, внесли очень большой вклад в развитие нашей страны. И создали такую крепкую дружбу между народами наших стран, которая и по сей день продолжается. И я хотела бы и дальше надеяться, что наши народы будут так же тесно дружить, и наши государства будут так же тесно сотрудничать и развивать свои отношения и сотрудничество в самых разных направлениях. И вот хочу поблагодарить Лидию за эту замечательную книгу, в которой приоткрывается завеса тайны Юрия Константиновича Попова о его любви к своей работе, и как он тепло и хорошо относился к своим монгольским друзьям. Я надеюсь, что вам тоже будет интересно поинтересоваться о нашей стране, а также надеюсь, что в будущем нам удастся еще сотрудничать и развивать, и укреплять нашу дружбу. Спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо вам. Вот, я все ждала фотографии на самом деле на экране. Да, я прошу, прошу, вот Лидия из советника-посланника на экран. Вот, это вообще удивительный случай. С Дулгун мы знакомы буквально с 18 ноября этого года. Вот, дело в том, что вышла книга в бумажном варианте, в электронном варианте, с аудиокнигой мне вот друзья помогают. А здесь вот, соответственно, стал вопрос презентации. Ну и разные были там моменты, конечно, и мне порекомендовали в том числе обратиться в посольство Монголии. Вот, я позвонила, потом меня перенаправили к Дулгун. Вот, это удивительно. Вы знаете, вот, сейчас одну минуточку, чтобы мне прям точно сказать. Советник-посланник, многоуважаемый Делгерцецек Унобилект встретил меня в том числе. Вот, и вы видите, что неспроста у меня такая сумка на плече. 1921-2021 год. Вот, как Дулгун сказала, это удивительное совпадение. Родился дед мой и в этом же году установили дружественные отношения на высшем уровне между Россией и Монголией. Вот такое прекрасное совпадение. Я думаю, что неспроста. И неспроста и 10 лет назад я была в Монголии. На самом деле и природа шикарная, и культура, конечно, как у Ланбата развивается. Вот, если вы не против, я буквально зачитаю, как Попов Юрий Константинович это видел. Наверное, я все-таки подойду сюда к микрофону, чтобы мне были свободны руки. Это немножко не по сценарию, Галина, но я думаю, что тоже стоит этим заняться. Вот, а потом, наверное, про медаль скажем. Обязательно. Давайте, чтобы хорошо было слышно. Вот, это тоже из архива. Дело в том, что дед мне завещал архив, и вот когда я разбирала, это одни из немногих прозаических моментов этой книги. Я люблю тебя, Улан-Батор. Вот я стою на восьмом этаже гостиницы «Боингон». Я вижу прекрасный город, который я полюбил навсегда. Я видел много городов и на родине, и за рубежом. У каждого свое неповторимое лицо. Лицо Улан-Батора своеобразное и прекрасное. По-моему, здесь как нигде сочетались национальные традиции с обликом того нового, что сейчас характеризует наше время. И это особенность Улан-Батора. Такие города неповторимые. И что самое главное, я чувствую, я знаю тут людей, горячо любящих родину, ее сердце, свою столицу. Я считаю, что мне повезло, говорит Юрий Константинович. Я встретился с товарищем Хирленом. Я разговаривал с человеком, который, я не побоюсь высоких фраз, много, очень много делает со своими товарищами, чтобы Улан-Батор стал еще краше. И самое примечательное, что все то, что я рассказал товарищу Хирлену, я слышу во время бесед с нашими, ну, в Советском Союзе. Одни и те же затеи, те же стремления и та же любовь к народу. Вот в течение всей книги любовь стихи – любовь, город – любовь, люди – любовь, которые так необходимы людям. Я не знаю, удастся ли мне побывать еще раз в Доме Монгольской Народной Республики, говорит Попов Юрий Константинович. Но я никогда не забуду этот город, который полюбил от всего сердца. Спасибо, Лидия. Я от себя еще буквально несколько слов скажу о том, что Юрий Константинович за практически 40 лет работы в радиокомитете заместителем начальника отдела вещания на Монголию не раз получал личное поздравление и от пресс-атташе посольства РДН а также в 1978 году имел честь быть лично приглашенным на прием чрезвычайным полномочным послом Монголии в СССР еще тогда Сухжав. А вот что за медаль получил Юрий Константинович в 1974 году от высшего руководства Монголии за долгую плодотворную работу на благо двух стран, может быть, вы мне ответите? Все очень просто. Даже можно догадаться. За что? Да, вот, по-моему, сказали. За дружбу, да. Я вот только слышала. Конечно, за дружбу. Именно за медаль, так и называлась, да, дружба. Вот она сейчас у нас на экране. И вот как раз, когда Лидию Фудову торжественно пригласили в посольство Монголии в России на встречу с советником и посланником, собственно говоря, о котором мы сейчас говорили. Прошу еще раз это фото на экран. 18 ноября этого года ей в том числе и вручили эту памятную сумку, о которой мы тоже еще раз упомянем. Пушкин и сумка, да? Да, да, да. Заметьте, пожалуйста. Ну, именно на этой встрече и произошел обмен еще книгами, надо упомянуть. В посольстве «Путь любви, приоткрывая завесу тайны» о Попове Юрии Константиновиче и антологии современного монгольского рассказа из Монголии с любовью Улан-Батор. Вот Лидия показывает как раз две книги, собственно говоря, между которыми произошел вот этот вот самый обмен. Скажите, дорогие друзья, а что вы знаете вообще об Улан-Баторе, столице Монголии? Да и вообще в целом об этой замечательной, удивительной стране. Наверняка вы много читали, много знаете, поэтому, если можно, буквально жду ваших ответов, поднимайте руки и вспоминайте, вспоминайте даже из школьной программы «Что мы знаем о Монголии». Конечно же, и так, «Что мы знаем о Монголии» немножечко, все немножечко как бы потеряли свою активность. Ну, хорошо, тогда, пожалуйста, я прошу фотографии монгольские на экран о Монголии, пожалуйста. И, может быть, тогда Дулгун еще, может быть, несколько слов расскажет о своей удивительной стране нам. Будем очень искренне признательны на фоне замечательных фото о вашей стране. Спасибо. Как вы видите, здесь на фото показывают наш город Улан-Батор. Это, видимо, 2010 год, да? С тех пор наш город очень изменился, и наша страна все еще развивается. Вам, наверное, будет интересно, если вы поедете в Монголию, этот контраст между природой и развитием современного города. А также вы можете увидеть наши дружелюбные и очень гостеприимные кочевые народы в степях, в Гоби тоже. А также можете встретить самых деловых и занятых людей в Улан-Баторе. Так что я вас всех приглашаю в Монголию, посетить Монголию, а также интересоваться нашей страной. Так, не просто из школьной программы, так как сейчас все очень быстро меняется, и наша дружба все еще становится все крепче и крепче. Ну, я уверена, что после нашего вечера сегодня, все, кто сегодня присутствовали на вечере, и все, кто нас видит сейчас, гуляя по магазину, уже сейчас, наверняка заинтересуются о Монголии, чтобы узнать больше об этой стране. Потому что, действительно, Монголия удивительная, прекрасная страна со своей уникальной историей, культурой. И, конечно, как я уже сказала, и сама Лидия, и Юрий Константинович были искренне всегда привязаны к этой стране, и, конечно, полюбили ее всей душой. Ну, а пока я вернусь сразу же все-таки еще к нашей книге. Давайте к ней вернемся. И небольшому подарку, который скрыт на страницах этой книги. А что это за подарок? Это стихи самой Лидии Худовой. Их немного, но очень хочется, чтобы автор сам их и продикнамил его. Ну, если вы не против, я все-таки чуть-чуть тоже без сценария начну. Вот Машенька упомянула. Собственно, она дочка одной из сестер, Галины и Ирины. И вот тоже на страницах книги, 240-241, можете проверить, насколько я четко и хорошо прочитаю. Еще в 43-м году, это ему, соответственно, было неполных 22, но практически 22 года, он написал и нарисовал сам это его рисунок. И вы видите фото Галины и Ирины с сестром в альбом. Куда приятнее милей в стихах и даже прозе писать о том, как соловей поет о чайной розе. Ну, не могу я описать природную красу. Хочу я только пожелать не ковырять в носу. Вот такой вот веселый старший брат. Вот, конечно, да, сейчас вот я открою. 57-й, насколько я помню, да. Абсолютно не претендуя ни на что, дед у меня был и дипломированным специалистом, и журналистом, именитым мастером слова. Как он сам говорил, лев поэзии, а не собака прозы. Вот, но влияние все равно осталось, вдохновлять он меня всегда вдохновлял. Ну и где-то так вот с 9 лет до 20-22, вот, свои 18+. Сейчас вам прочитаю стихотворение. Стихотворение «Меланхолия». Души потревожат тонкие струны. Меланхолия. В каждом движении, во взгляде томном, ее имя. Даже в походке, даже в одежде, ее тень. Солнце закроет, мысли смешает, померкнет день. Хочется большего, хочется лучшего. Меланхолия. Хочется узнать обо всем неизученном в мире. Хочется сделать необычайное, чтобы вспомнили. Пусть покусаешь ты локт чайно средь ночи бессонной. Хочется слышать, что в мире лучше ты. Хочется верить, что невезучей не существует судьбы. Неполных 18, 2 сентября 1999 года. Спасибо, ваши аплодисменты. Дорогие друзья, а кто мне сейчас может хотя бы… Я понимаю, что это сложно, наверное, вопрос будет все-таки, как мне кажется. Но тем не менее, может быть, кто-то и даст на него ответ. А знаете ли вы, в каком возрасте Лидия вообще стала декламировать стихи? Как вы думаете? Не в 9. Не в 9, гораздо раньше. Вы почти правы. Думаю, даже можно все-таки близко, очень близко. Да, да, да. Два года было нашей удивительной гостьей. Она еще, на самом деле, не умела читать, но вслух схватывала очень хорошо и запоминала стихи, а потом по картинкам их рассказывала вот так вот детским своим милым голоском. Давайте послушаем. К нам весня сагарит, Беснями сагарит, Еще грубо тарит, Победе ногами, Черные леплотарили, На полях вывели, Выльны очень теплили, Ноги у весны. А это были стихи Ирины Токмаковой, знаменитой советской российской детской писательницы, лауреата Государственной премии России за произведения для детей и юношества. И напоследок, перед тем, как дать слово вам, дорогие друзья, чтобы вы нам теперь задавали свои вопросы, послушаем удивительные стихи самой Лидии Худовой. И, собственно говоря, если можно еще, потому как два уже мы услышали. Я бы вам зачитала из той грани любви, которая вам больше всего интересна, потому что вот мы еще не осветили, например, Великую Отечественную войну. Вот у нас в семье всегда было заведено и считалось, что он никогда про войну не рассказывал. А когда я подняла архивы весной этого года, я поняла, что на самом деле рассказывал просто в стихах и рассказывал очень тонко. Рассказывал он очень душевно и осторожно. Вот если вы не против, я хотела бы прочитать вам стихотворение, как же он прошел эту войну, потому что считается, да, вот что поэт, человек ранимый, очень такой эмоциональный, что ему помогает. Вот как раз с фронта. Он сумел сочетать в себе качество человека-бойца и поэта-воина. Над нами горел небосвод, сильнее бились сердца, то был боевой поход от Ржева до Осовца. Мы шли по военным дорогам, которых на картах нет. Со мною шагали в ногу «Боец, человек и поэт». Когда было трудно бойцу, ему говорил человек, нытьем нам с тобой не к лицу, живем мы в суровый век. Возьми себя в руки скорей, сердце сожми в кулак, ударь по врагу посильней, чтоб дрогнул проклятый враг. Давай помечтаем с тобой, бойцу говорил поэт. Что будет в стране родной через десяток лет, когда наш великий народ жизнь возродит повсюду и будет гореть небосвод жемчужным огнем салютов. Счастье войдет в каждый дом поступью легкой и нежной. Скажет, давай споем о нашей стране безбрежной, о том, как в жестоких боях мужали наши сердца, споем о немалых делах простого поэта-бойца. Так-то, дружок дорогой, поэт говорил бойцу, если трудно порой ныть нам с тобой не к лицу. Над нами горел небосвод, сильнее бились сердца, то был боевой поход от ржева до осовца. Спасибо. Спасибо огромное, Лидия. Дорогие друзья, теперь ваша очередь. Пожалуйста, мы ждем ваших вопросов. Если они есть, с удовольствием, я думаю, Лидия на них ответит. Пожалуйста, есть у кого вопросы, я с удовольствием передам микрофончик, и вы сможете его озвучить. Ну, раз вопросов нет, тогда, наверное, мы перейдем к также интригующей части нашего вечера. Это, собственно, награждению. И я с удовольствием передам слово Лидии. Она наградит всех наших участников, вас, дорогие друзья, и преподнесет им маленькие сюрпризы. Ну, тут сложно на самом деле выделить, посчитать. Мне попросили это не доставать из пакета. Да, пакет — это издательство Перо, издательство, благодаря которому, собственно, и книга вышла, благодаря которому вы здесь присутствуете на презентации. Вот, ну, то, что я могу достать, я достану. Это сама книга, с которой вы можете спокойно выйти из этого магазина, на ней печать проставлена. Вот, так что это мой небольшой подарок. А также небольшой подарок, красный подарок, французский подарок. Подарок, который прилетел из Парижа еще тех времен до пандемии, когда можно было зайти в магазин, пообщаться, купить то, что хочешь, сыра, шоколада. Ну, и к шоколаду хочется чего-то такого праздничного. Да, Машенька, не зря ты смотришь, это тебе, да? Вот. А чтобы рекламы не было, просто шато дю пап. Вот. Когда я это приобрела, сказали, что это приобретается только по самым особым случаям, по самым важным случаям. И оно у меня хранилось, ой, да бог не соврать, ну, года четыре как минимум. Вот оно просто лежало у меня. Я ждала этого особого случая. И я думаю, что сегодня именно в стенах Библиоглобуса не зря вот, господа шахматисты, так увлеченно играют, потому что это удивительное место, это уютное место, и это особый случай. Здесь присутствовать, здесь общаться, ну и здесь дарить вот этот вот скромный подарок. Под аплодисменты давайте пофлопаем нашим победителям. Спасибо тебе, Машенька, большое. Спасибо. Спасибо огромное. Я закончила. Как приятно, как приятно, что в Библиоглобусе проходят такие замечательные, тёплые, душевные встречи, когда мы все с вами можем с открытой душой радоваться, радоваться наступающим праздникам, радоваться нашему дню поэзии, стихам замечательным, которые мы сегодня слышали, и просто человеческому общению. Правда? Поэтому спасибо вам огромное, что вы сегодня с нами. Спасибо за то, что провели этот вечер в стенах Библиоглобуса. Мы желаем вам всем добра, счастья и любви. И ждём в Библиоглобусе. Давайте ещё раз поаплодируем нашей замечательной автору, составителю, любимой внучке Юрия Константиновича и просто замечательной, чудесной, великолепной женщине Лидии Худовой. Ещё раз ваши аплодисменты. Спасибо огромное всем за внимание. До новых встреч в Библиоглобусе. Уникальный шанс подойти и подписать ещё книгу у автора-составителя. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо вам. Подходите, да, подпишу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok